Здесь была четвертая группа, сейчас которую закрыли, вот именно сейчас закрыли, вот всем человек нас выгнали, как сказать, первыми, первым этапом. Вот это четвертая, дальше третья, там первая, пойдемте, пройдем чуть-чуть. Тренажерчики, все для деток, все хорошо. Порядочек, это первая группа. Хорошо, что мы сходим. Да, коктейли, кислородные, кислородные. Ивановна ручной делает массаж, хотя ей 50% оставили, представьте, 40 лет человек работает, а сейчас мы должны идти, и вот эту группу закрыли на основании того, что детей нету, все это сделано для того, чтобы жить для людей, да. И нас семь человек сократили, уже сократили. И просят, я же сама хожу в больницу с детской, и просят, дайте, не дают, не дают, не дают, все это, так как нету путевок. У нас постоянно, каждое лето, группы, три группы были, ломилось, по 30 детей. Конечно. Сейчас их нет. Просто не дают путевок. Да, и люди жалуются, Соличевского района вообще не знают, что у нас работает, что на той, ну и другие, наверное, тоже. Видимо, подготовка эта была. Мы не хотим, чтобы мы его закрывали. И вообще, что нужно его закрывать и зачем? А что тут интересного вы делаете в санатории? Тут можно играть, лепить, играться, рисовать, играться с воспитателем. Воспитатель хороший, здесь можно спать, здесь за всеми ухаживают. Зачем его закрывать? Целый день, каждый день. Ну, когда дождь, мы немножко ходим на улице. А бывает, когда сильный, мы ходим. Здесь прекрасно проводят и время, и тут уход, и оздоровление. Это самое главное вообще оздоровление. Мы против объединения в Крупскую, потому что нереально ездить с левобережных районов в тот. Это физически невозможно. С транспортом плохо. Во всех и деток в Крупскую, вот мы ездили, там не берут до 4 лет, потому что карантин и посещать нельзя. Это уже моя маленькая, туда не попадает. Санатория областного подчинения специализованы. Вот, мы детей оздоравливаем, детей, которые находятся часто болеющие на диспансерном учете, бронхиальной астмы, бронхитами рецидивирующими, обструктивными бронхитами, заболеваниями органов, танзелиты, аденоиды и так далее. У нас в Мариуполе два санатория областных. Еще санаторий находится, космосуберкулезный, который находится в Приморском районе. Значит, мы подчиняемся областной ДЭШ-администрации и также Департаменту здравоохранения обл. ДЭШ-администрации. Поэтому было решено объединить два санатория. То есть наш санаторий реализуется. У нас санаторий на 40 коек, а санаторий космосуберкулезный на 300 коек. То есть он больше по масштабу. Поэтому наших детей будет переправлено в тот санаторий. Детки будут оздоравливаться, точно как и в нашем санатории. А сотрудники будут приняты в космосуберкулезном санатории. С целью улучшения пребывания детей. Значит, тот санаторий космосуберкулезный в более экологических выгодных условиях. Там много зелени, близко море. Там прямо видно море. Детки могут получать климатотерапию соответствующую, таласотерапию, гелиотерапию. Поэтому принято решение объединить два санатория. Санаторий не закрывается.